Добрый день! Хочу вам рассказать сегодня интересную информацию про то, каким образом в 1С управление торговлей управлять деятельностью торговых представителей. Ну, во-первых, эту возможность надо включить, надо зайти в НСИИ администрирования, открыть раздел продажи и здесь у нас есть торговые представители и стоит галка там ведется или не ведется работа через торговых представителей. Вот и, соответственно, можно сделать так, что торговым представителям будут выдаваться некие задания. Используются они только для управления, либо для планирования продаж. Если мы выбираем там используется для планирования продаж, то задания будут с детализацией по товарам. Вот. Если мы используется задание, что только для управления торговыми представителями, то без детализации товаров. Вот. Ну и, соответственно, точнее, без планирования. Вот. Соответственно, дальше есть отдельная галка детализировать задания торговым представителям по номенклатуре и, соответственно, если мы эту галку используем, то на основании статистических данных, на основании данных предыдущих продаж, на основании данных предыдущих заказов мы можем детализировать задания для клиентов по номенклатуре для торговых представителей. Вот. И дальше, соответственно, есть мобильные приложения, КПК, еще какие-то вещи, чтобы эти все задания передавать непосредственно торговым представителям на планшеты, на компьютеры и делать так, чтобы вы из программы управляли их деятельностью. Посмотрим же, как это выглядит. То есть, заходим в меню продажи. Вот здесь у нас появляется, собственно говоря, торговые представители. В меню есть подготовка заданий, есть задания, есть условия обслуживания. Начнем с условия обслуживания. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть первое. Мы можем добавить условия, добавить список клиентов. Соответственно, выбрать туда несколько компаний. написать описание задания, установить куратора, установить соглашение, которое будет действовать, установить торгового представителя, либо не устанавливать его, и тогда будет действовать для всех, и, соответственно, назначить дату и время посещения клиентов по этому условию обслуживания. Вот таким образом все это выглядит. Допустим, рассмотрим уже готовое инотрейд по средам. Соответственно, здесь идет речь о том, что торговый представитель должен посетить клиента инотрейд, должен это делать по средам. Соответственно, есть соглашение, в рамках которого все документы, которые будут оформляться по этому заданию, будут оформлены. Соответственно, здесь у соглашения обязательно должна быть установлена галочка «Используется в работе торговых представителей». Если эта галка не будет установлена, то соглашение это просто нельзя будет выбрать. Торговый представитель и куратор. Соответственно, установлена среда, время с 12 до 13.00. Вот. И после того, как все это сделано, то есть мы можем перейти опять же в продажу, перейти в задание торговым представителям и создать задание по тому же клиенту инотрейд. Либо еще лучше, да, то есть есть форма подготовка заданий. Вот. Соответственно, здесь мы можем выбрать нашего торгового представителя, который указан в условиях обслуживания. Да. У нас там указан вот Канин. Вот. Соответственно, мы выбираем торгового представителя. Вот. Формируем. И здесь у нас уже видно, что инотрейд он обслужил. В такую-то дату мы можем добавить на него задание. Точно так же выбрать клиента инотрейд. Вот. У нас автоматически добавятся сюда условия обслуживания. Поставится ближайшая среда. Поставится сюда время, в которое он должен быть. Здесь мы отмечим там фактически визит. Вот. Сюда мы можем написать описание задачи, да. Там, допустим, мы можем написать «Предложить товары по акции». Вот. Таким образом. И, соответственно, здесь мы можем даже подобрать некий список товаров, которые нужно этому клиенту, которые нужно этому клиенту предложить. Допустим, вот так. Перенести это в документ. Вот. И, соответственно, здесь установить там все виды центом и так далее. Здесь у нас есть раздел «Условия заказов». То есть, если будет от этого клиента заказ, он будет оформляться по организации торгового домом. Комплексный. На контрагента, понятное дело, что на трейд операция будет реализация. Договор уже указан. Если там есть многооборотная тара, можно указать, что ее нужно вернуть. И требование залога для тара. Да. Также можно установить склад, с которого это все будет отгружаться. И, соответственно, можно записать этот документ и распечатать бланк задания. Вот. Распечатать бланк задания. И, соответственно, в бланке задания у нас будет, собственно говоря, само задание. Там будет перечень задач указан, которые нужно сделать для того, чтобы выполнить, точнее, по этому клиенту, конкретному торговому представителю. И есть бланк заказов, бланк заказа, да, то есть, соответственно, где у нас стоит плановые данные по заказу. И торговый представитель должен просто проставить фактические данные по заказу, да, то есть, если мы все это планируем. И уже этот готовый заказ либо в печатном виде, либо через КПК передать к нам в офис. Вот. Здесь можно там дополнительно прописать варианты оплаты и другие данные. Либо можно распечатать сводное задание по торговому представителю, да, то есть, у него здесь будут перечислены все компании, которые он должен посетить. И также он может сюда вносить расходы, которые он в процессе организации визита, да, там, допустим, там, бензин, подарки, еще какие-то вещи. Он может сюда это все вписать и, соответственно, все эти документы сдать. Вот таким образом работает схема с торговыми представителями в 1С управления торговлей. Используйте эту схему, если вам нужно организовать работу с торговыми представителями, организовать так, чтобы они автономно работали и передавали данные в вашу управляющую систему в 1С управления торговлей, чтобы они использовали КПК, либо приложение для оформления заказов. Обращайтесь к компании Кудрлайн, мы с удовольствием поможем это сделать. Вот. У нас есть опыт организации такой работы. Большое спасибо. До новых встреч.